привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и наш сегодняшний ролик будет посвящен таким физическим понятиям как теплоемкость и удельная теплоемкость и начнем мы его с такого простого опыта здесь у меня на столе стоит самодельный термос сделанный из тонкостенного алюминиевого стаканчика и закрытый со всех сторон теплоизолирующим материалом теперь я наливаю в мерный стакан 100 граммов горячей воды и теперь заливаю эту воду в термос погружаю туда термодатчик и закрываю все теплоизолирующей крышкой а теперь отмерю 100 граммов воды при комнатной температуре сюда опущен второй термодатчик так снова 100 граммов и сейчас я залью эту холодную воду в наш термос и кажется что температура должна быть среднеарифметической потому что масса порции воды одинаково ну давайте проверим это на опыте заливаю воду и вот что мы видим на графике температура горячей воды составляла 86 градусов цельсия а температура холодной 22 градуса среднеарифметическая этих температур равно 54 градусам и именно такую температуру мы и наблюдаем на опыте изобразим этот опыт на схеме у нас имелись равные количество горячей и холодной воды при разной температуре когда мы смешали воду то горячая вода отдала часть своего тепла и это тепло было передано холодной воде и поскольку площади этих прямоугольников равны то итоговая температура оказалась равной среднему арифметическому исходных температур и теперь пользуясь этой схемой мы можем рассчитать конечную температуру когда мы смешиваем неравные количество горячей и холодной воды к примеру пусть имеются две порции холодной воды и одна порция горячей воды температура которой больше температуры холодной на величину дельта т избыток тепла изобразится вот таким прямоугольником когда мы смешаем воду этот избыток распределится на все три порции и температура смеси будет больше исходной температуры холодной воды на одну треть от исходной разницы дельта т и сейчас я проверю это предсказание на опыте в термос уже залито 100 граммов горячей воды и сейчас я добавлю туда 200 граммов холодной воды температура горячей воды была равна 84 градусам холодной 22 градусам и разность между ними составляла 62 градуса после добавления холодной воды температура смеси стала равна 43 градусам и изменение температуры составило 21 градус что действительно в три раза меньше исходной разности 62 градуса позвольте мне прокомментировать то что нам рассказал алексей когда он делал опыт и рисовал схемы и производил свои расчеты что мы должны спросить а что же передается от горячего тела холодному и вот в семнадцатом и восемнадцатом веке многие ученые считали что в этом процессе передается некая невесомая субстанция ну или жидкость они называли теплородом или флагистоном и когда флагистон перетекает от горячего тела имеющего как будто бы более высокий уровень флагистона к холодному имеющему низкий уровень как вода в сообщающих сосудах температуры этих тел постепенно выравниваются и систематически такой взгляд на вещи развивал например шотландский ученый джозеф блэк который ввел многие понятия связанные с теплоемкостью передачей тепла от одного тела к другому однако в то же время была выдвинута и другая альтернативная теория теплоты учеными которые считали что то что мы воспринимаем как тепло на самом деле представляет собой движение невидимых молекул и чем горячее тело тем быстрее эти молекулы в нем движутся и сегодня именно эту теорию мы считаем верной потому что она объясняет гораздо более широкий круг явлений то что сказал андрей конечно верно но тем не менее модель который предложил джозеф блэк для описания передачи тепла и установления теплового равновесия вполне работает и для того чтобы развить эту модель блэк предложил понятие теплоемкости которым мы сейчас и займемся и для этого сделаем следующий опыт в первый термос налито 200 граммов холодной воды а второй термос заполнен горячей водой в которой лежит латунный груз массой тоже 200 грамм и теперь я открываю термос горячей водой достаю груз и перекладываю его в холодную воду закрывая второй термос и жду пока установится тепловое равновесие в начале опыта температура латунного груза составляла 95 градусов цельсия а температура холодной воды двадцать одну целую шесть десятых градуса после установления теплового равновесия груз и вода имели температуру двадцать семь целых четыре десятых градуса температура воды увеличилась на пять целых восемь десятых градуса а температура груза уменьшилась на шестьдесят семь целых шесть десятых градуса и эти изменения не равны хотя груз и вода имели равную массу в этом опыте латунь отдала некоторое количество теплоты и в точности такое же количество теплоты получила вода. Но при этом изменения температуры были разными и остывание латуни было больше нагрева воды почти в 12 раз. И говорят, что для равных масс воды и латуни теплоемкость воды в 12 раз больше теплоемкости латуни. И теперь мы можем дать определение теплоемкости. Теплоемкость тела это количество тепловой энергии, которое нужно сообщить ему, чтобы поднять его температуру на 1 градус. Но при этом ясно, что если мы возьмем тело вдвое большей массы, то чтобы нагреть его на 1 градус, придется вложить вдвое больше тепловой энергии. И поэтому теплоемкость тела пропорциональна его массе. А коэффициент пропорциональности для данного вещества называется удельной теплоемкостью. Итак, удельная теплоемкость вещества это количество тепловой энергии, которой нужно сообщить единицы массы этого вещества, чтобы его температура увеличилась на 1 градус. В системе С масса измеряется в килограммах, энергия в джоулях, поэтому размерность удельной теплоемкости это джоули, деленные на килограмм-градус. А теперь я займусь измерением удельной теплоемкости воды и начну с простого опыта, который может сделать каждый из вас. Я набрал в чайник 1 литр воды, а теперь я включаю его и засекаю время, которое потребуется, чтобы вода закипела. И вот вода в чайнике закипела и прошло 185 секунд. А теперь мы найдем удельную теплоемкость воды по нашей формуле. Надо найти вложенную энергию, 185 секунд умножим на мощность чайника 2000 ватт, 2 киловатта. Это в числителе. А в знаменателе должна стоять масса, это 1 килограмм и изменение температуры с 22 до 178 градусов. Делим числитель на знаменатель и получаем результат 4740 джоулей на килограмм на градус. И понятно, что этот результат завышен, потому что мы грели в этом опыте не только воду, но и чайник, ну и чуть-чуть окружающий воздух. А сейчас я попробую уточнить это значение. И с этой целью я залил в термос 400 граммов воды. Сюда опущены датчик температуры, и нагреватель с нехромовой проволокой. И через эту проволоку пропускается ток с силой 4,16 ампера, ну и напряжение 15,4 вольта. А стало быть, мощность, которая выделяется на проволоке, это произведение силы тока на напряжение 64 ватта. И я буду нагревать воду и смотреть, как растет ее температура. После установления конвекции температура воды растет линейно, и она поднялась на 10 градусов за 260 секунд. За это время нагреватель отдал воде 16640 джоулей. Отсюда мы можем найти удельную теплоемкость воды, и она оказалась равной 4160 джоулей на килограмм градус. И это отличный результат, потому что по справочным данным, удельная теплоемкость воды в интервале температур от 20 до 40 градусов Цельсия приближенно равна 4180 джоулей на килограмм градус. А когда мы решаем задачи, мы обычно берем округленное значение 4200. И кстати, теперь мы можем вернуться к опыту по определению удельной теплоемкости латуни, которым занимался Алексей. Тогда он установил, что удельная теплоемкость латуни в 11,6 раз меньше удельной теплоемкости воды. Ну и если мы разделим наши данные на 1,6, то мы получим теплоемкость латуни в 360 джоулей на килограмм градус. А табличное значение составляет 380 и видно, что отклонение тоже было совсем небольшим. С учетом того, что наши устройства отнюдь не являются профессиональными калориметрами, а сделаны из подсобных материалов. И в заключение надо сказать, что польза от измерения и знания удельных теплоемкостей разных веществ весьма высока, потому что, зная удельную теплоемкость, мы знаем и то, сколько энергии надо потратить на нагрев данной массы вещества до данной температуры. Ну, например, на нагрев воды в системе центрального отопления. И дальше, если у вас остались какие-то вопросы по этой теме, вы их можете, конечно, написать в комментариях к этому ролику на ютубе. И спасибо вам за внимание!